Это Аида, а это её BMW и мы говорим всем хейтерам, что они будут сосать! Всем привет, друзья! Ну, ждали же, да, вы ролик новый про IGN? Ну, вот, скажите правду, ждали же, да? Ну, всю личечку мне засрали, сказали, Кирюха, давай, записывай, там новый конкурс IGN выходит. Надо что-то новенькое записать уже. К сведению, прошлый ролик собрал уже более 200 тысяч просмотров. И я хочу сказать всем спасибо, кто репостил, кто помогал в распространении видео. Ребята, всем огромное спасибо. Надеюсь, это видео также не останется без внимания, потому что у меня для вас очень много вкусных фактиков. Давайте перейдем ближе к делу. У меня очень хорошая, свежая порция говнеца для вас. И, опять же, повторюсь, фактов о разоблачении IGN. Ну, все, наверное, слышали про запуск нового конкурса от IGN, да, там, сделай репост, получи BMW M3 маленькую. Но об этом мы с вами поговорим чуточку попозже. Здесь развенчать пока еще нечего, но в конце я вам небольшую такую... Ну, вы сами все, сами все услышите, да. Давайте пока разберемся по факту вручения BMW M3. Я хотел бы вам сказать о самой Аиде, да, вот как это все вручалось. Это все выглядело очень красиво. Ну, прям, ну, супер. Супер все выглядело. И, кстати, да, вы, наверное, спросите, что это за сиськи были? Кирюха, зачем ты открыл эту страницу какого-то Руслана Маркелова? Это, это, ребят, это парень Аиды. Это парень Аиды. У них сейчас не стоит семейное положение. Непонятно по каким причинам. Но у него стоит какая-то другая телка в поле. Наверное, которую он хотел бы ужалить своим маленьким жальцам. Я так понимаю, у него до сих пор заказывают рекламу. У него до сих пор, вот видите, CS GO тут. Ну, его страницу посещают. Я думаю, реклама у него не такая дорогая. Но она все-таки остается коммерческой. И дальше, дальше будет только интереснее. Я все подкреплю фактами, не беспокойтесь. Но сейчас вот так вот выглядит страница ее парня. И я вас не обманываю, друзья. Вы можете посмотреть предыдущие ролики. Ссылочка на них будет в описании. Там будет прям плейлист. Тыкайте на него. Откройте мое самое первое видео. И там увидите ссылочка. Все это не поменялось. Страница, путь к странице. Все один и тот же. Потому что смысл ему ее менять. У него не будет заказов. И, соответственно, не будет денег. Он 2000 года и ходит с айфоном 5s. Гребаный, сука, мажор. Мне 22 года. Я хожу с четвертым айфоном. Какого хера ты ходишь с пятым? Тебе мамка подарила, что ли? Бэху будете с Аидой вместе продавать. Ладно. Срать. Ну, я хотел показать, что у нее действительно есть Аида в друзьях. Вот она. И эта Аида, она не фейковая. Я на нее когда-то давно подписался еще при записи первого ролика. Чтобы, ну, как бы быть в курсе, что... Где настоящая страница. Потому что очень много фейковых страниц. И для меня я буду подписан на нее до тех пор, пока все нахрен не поставится на свои места. Но к Аиде мы еще вернемся, друзья. Мы еще вернемся. Самое смешное это вручение BMW M3 от IGM. Я бы... Самое смешное... Самый смак-то всего этого в чем? Самый смак это... Давайте, давайте послушаем. Давайте послушаем. Песенка, песенка была в самом конце практически, когда они уже все сказали. Да, там, типа, я Аида Манданбекова. Я думаю, вы мое видео с этой Аидой тоже видели. Самое смешное, сука. Здесь все такие классные актеры. Так все классно. Постановка. Прям актеры от бога, кроме отца. Пока буду держать у себя до совершеннолетия. Но здесь, понимаете, и виды, да? Я не спорю, снято очень красиво, очень специфично. Так красиво выглядит картинка. Все красиво. Ракурсы просто идеальные. К тому, кто это снимал, ну вообще вопросов просто нету. Но актер из него просто никакой. Он там и про хейтеров заикнется. Ну ладно, это даже не смешно. Пофигу, я не хочу вникать в подробности. Понятно, что эта бэха там никому не досталась. Даже если досталась, пускай досталась. Я хочу вам рассказать о том, что они, сука, вставили песню из Джеки Чана. Вот знаете, да, когда фильм Джеки Чана идет и... Заканчивается фильм, и в конце... Вот эта вот песня играет, да? Ну вы поняли, вы сейчас ее услышите. И они, сука, вставили ее в это видео. Привет, иди в задницу. Привет, мамке моей, помахай. Да, тут типа вручили... Вот, слушайте. Это, это, это песня, сука, из Джеки Чана играет. Песня. Песня из Джеки Чана, мать его. Они, насколько нужно быть ублюдками, чтобы впихать для этих китайцев аидовских песню из Джеки Чана. Пускай она каверная. Ну, вот вы помните, да, когда Джеки Чан заканчивается фильм, и его анкаты показывают, типа, где вот он падал, да, там все это снималось, неудачные дубли, и играет вот эта песня. И это она. Послушайте. Это сука, она. Я, я, я так дико угорал, когда услышал это. Да-да-да, ребята, ну это смешно. Я не знаю, как угорал этот видеомейкер, который это все делал. Это, ёпта, бля. Это смешно. Это реально смешно. И посмотрите, сколько дизлайков здесь. Ну, это, это просто ад. Это, это, я думаю, вы сейчас все, кто смотрите это, немножечко посмеялись, или там ржете до сих пор, как кони. Ну, реально, я, я очень сильно смеялся, когда услышал это. Я сначала сижу такой и думаю, сука, где-то я ее слышал, где-то, где-то слышал я эту песню. И оказывается, оказывается, сука, она из Джеки Чана, и я так, аааа, лоу. Затраллили, они даже в видюхе вас всех затраллили. Они затраллили не Аиду и ее отца и сестер, а они затраллили всех, кто это смотрит. Вот такие дела это все, вот так вот происходит. И еще, еще, что я хотел сказать-то. Помните, кто выигрывал мышечку, мышечку? Кстати, да, вот, сейчас пойдет речь о мышке. Парень, Дмитрий, который записал этот ролик, я с ним переписывался. Я и в предыдущих роликах говорил о его паблике, да, что паблик такой-то, такой-то. Ну, не важно. Мы переписывались с этим Дмитрием, нормальный парень, я его, как бы, ну, знаю, да, переписывались нормально. Он живой, так скажем, не фейковая страница никакая. Переписывались до всяких вот этих появлений про ИГМ. Ну, не важно, не важно. У него есть переписка, я оставлю ссылочку на это видео, вся правда о ИГМ, или как Арслан получил мышку. Суть, суть этого видео в том, что Арслан ничего не получал. Он не получал мышку, вот, мало того, его даже в списках победителей нету. Посмотрите, мышь Корсар М65. Если я не ошибаюсь, именно эту М65 ему подогнали. Смотрим, Арслана ТТТ какой-то там он, Сергей. Нет, это не Арслан, это Александр, не Аслан. Александр, нет, нам нужен Аслан, Аслан нужен. Нету, нету такого, ребята, я проверял, я проверял, я смотрел, не было никакого здесь Аслана. А в видео по какой-то случившейся ситуации он просто появился, я не знаю откуда. Может быть, у них отзавалялась еще одна мышечка. Ну, я вам вот все показываю и никого здесь такого нет, друзья. Давайте посмотрим маленький кусочек из ихнего же видео. И посмотрите, пожалуйста, внимание, все на лицо вот этого вот человека. Я не знаю, как его зовут и не хочу знать, но выглядит он так, как будто по нему тесак плачет. Пришел к нам один из победителей, пришел к нам один из победителей, пришел к нам один из победителей. Каких, сука, победителей? Ты его сам придумал, что ли, долбоеб? Живет в нашем городе, где этот чувак напуган. Такое ощущение, что просто проходил школьник, аж заболел. Проходил школьник, они просто дернули его за ручку в темном переулке и сказали, сука, на тебе мышку, стой как истукан, кивай и получи грамоту. Потом ты нам мышку отдашь и пиздуй на все четыре стороны. Вот так это выглядит. Давайте посмотрим. Спасибо вам большое, сэкономил на доставке. Сэкономили на доставке. Он сэкономил на доставке, потому что доставка осуществляется за счет самого победившегося человека. Аслан Тимиров. Аслан! Аслан Тимиров! Стесняется, стесняется. Стесняется, стесняется. Посмотрите на это ебало. Стесняется. Ты ему как будто сейчас вздрочнешь. Зачем вы здесь сделали замедление? Господи, вот этот живот... Я не хочу обидеть этого чувака, Ну, это просто какая-то жесть. Ребята, причем он реально скидывал переписку. Я видел эту переписку, о которой говорит Дмитрий, да, в своем видео. Я оставлю, опять же, ссылочки все в описании. Посмотрите. Он говорит о том, что Арслан вообще не получал мышку. Его заставили просто сфотографироваться, с ней сняться, да, и все. Он, по-моему, даже грамоту не получил, просто ушел. Он там фотается даже на фоне странички Димы, чтобы как бы все не фейк, все настоящее. Ребята, чтобы почистить свои хвосты, так скажем, заходим на страницу Кирилла Гарима, да, где говорится о том, что, Арслан, мы тебя предупреждали. Они накатали заяву на школьника, которого нашли. Я уверен, что никакой написанной заявы в прокуратуру не было. Город Санкт-Петербург, стоит заметить. Значит, и Арслан из Санкт-Петербурга. Я не знаю, может быть, он из Санкт-Петербурга. Я не гуглил его. Но мы сейчас вот к этой записи еще, Николай Подгурский, подступимся. Подступимся, потому что нету такого человека. Я не нашел этого человека. Ну, ладно. Арслан, мы тебя предупреждали. Типа, они написали в прокуратуру, да, за клевету, там, какие-то там до 160 часов. Господи, два здоровых жлоба пишут в прокуратуру на школьника. Два, сука, петербуржца, два парня, которые, наверное, имеют высшее образование, пишут в прокуратуру на школьника. Вы просто задумаетесь, два здоровых мужика пишут в прокуратуру на школьника заяву. Вдумались. Вдумались, да? Я думаю, вы понимаете всю суть. Классно, кстати, картинки сошлись. Я думаю, вы понимаете всю суть, но это как так? Да как такое может быть, господи? Как такое? Это законно вообще? Это законно? Я не представляю, ребята. Я не представляю. Ну, зачем они это сделали? Ладно, плевать. Я думаю, это фейк. Они его просто вдвойне этого Арслана запугали. Может быть, не знаю. Я не знаю. Я просто говорю вам, ребята, все факты, которые я вижу. Ну, два взрослых мужика написали предъяву в прокуратуру на школьника. Который... Ему даже 15, ему даже 14, наверное, нету. Но это не важно. Сейчас, вот, он написал, да, тут Николай Подгурский про то, что в какой-то там городе, куда приехала Аида, по-моему, а он обнаружил эту машину и считает, что нифига себе, типа, нас не обманули. Это круто. Окей, смотрим. Николай Подгурский. Заходим, допустим, заходим в поиск и пишем. Николай Подгурский. Я надеюсь, правильно написал. Николай Подгурский. Николай Подгурский. Я не буду писать с большой буквы, потому что нахрен, нафиг. Недостойно они писаться с большой буквы, потому что я такой страницы не нашел. Подгурский. Мы еще раз напишем сейчас. Выберем город, который... Где они там нашли? Спустя некоторое время по возвращению домой в поселок Видяево, который находится в 33 километрах от города-победителя Гаджиево. Поселок Видяево. Я действительно был поражен тому, что машина находится так близко. Видяево. Давайте введем Видяево. Выберите город. Ой, подождите, надо к расширенному поиску. Или, я не знаю, ну, это страна или что. Видяево. Мурманская область. И такого человека нет. Понимаете, я писал и Санкт-Петербург, и Москва. Может быть, стоит поставить Украина и Видяево, да, написать? Ой. Видяево. Нету такого города. Ну, это значит, на странице... Ой, на границе России. Точнее, в России находится. Я в географии не силен, поэтому... Ну, ребята, как бы я ни искал Николая Подгурского, я не нашел такого человека. Если у вас есть какие-то пруфы, ссылочки, пожалуйста, кидайте мне их в описание, либо кидайте мне их в личку ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании, так что, я думаю, найдете. Найдите мне Николая Подгурского, я бы с ним с радостью пообщался. Но такого человека я не нашел. Уверен, что он есть. И живет он в каком-нибудь Санкт-Петербурге. Вот это было бы самое смешное, мне кажется. Но обязательно найдите, если кто сможет, и скиньте мне, пожалуйста, страничку. Что бы я еще хотел сказать? А, еще я хотел сказать вам, ребятушки, про... Где у нас тут... Где у нас наша Аидушка. Вот она, Аида. Тут закроем эти все ненужные ссылочки нам уже, которые... Ну, понятно, что здесь лицо... Лицо... Зря Тесак сидит. Вот. Ребята, ну это просто жесть. Короче, заходим на страничку Аиды. Она убрала всю рекламу, которая у нее была здесь. У нее периодически появлялась реклама. Теперь ее нет. Теперь здесь существуют только репосты. Ну, абсолютно только репосты я здесь видел. К счастью или к сожалению. Но она красуется фотографиями. На ее лице ни капли радости. Если бы я выиграл BMW, да, если бы даже Жигуль, сука, выиграл, я бы радовался, как не знаю кто. Жигули бесплатные, представляете? Жигуль, сука, бесплатный. Да даже жувачку подарят бесплатно. Я бы улыбался во все 38 зубов. Ну, или сколько там, 32 у обычных людей. Вот. Я бы улыбался. Я бы говорил, смотрите, вот Бэха. Я бы миллион фотографий, миллион селфи бы сделал. Я бы записал миллион видео, что смотрите, это Бэха. Видешки у нее есть. Но это, походу, вот они приехали, да, и у них Бэха стоит просто, скорее всего, перед домом. А это их дом, скорее всего. Я не знаю. Ну, вот. Сука, Аида, прячь Бэху. Ее сожгут. Ее разобьют хейтеры. Таков суровый мир. Я ничего, Плоротев, сказать не могу. Пускай даже если ты выиграла, допустим. Но я считаю, что это не так. Ее же сожгут, разобьют, украдут, поднимут, увезут. Я не знаю, что с ней могут сделать, но точно она не проживет долго, если будет стоять вот так не в гараже. Аида. Это, знаете, новый слоган. Купи гараж. Новый слоган. Гараж Аиди. Бэху Карену. То есть, пускай Аида будет с гаражом, а Бэху отдай Карену. И все. Или Карен, допустим, купит тебе гараж. Ты будешь с гаражом, а Карен будет с Бэхой. Почему нет? Вот. Ну, это было бы клево, мне кажется. Ну, это, в принципе, все факты на сегодня. Сейчас я вам расскажу немножечко о конкурсе, который будет от IGM, да, с маленькой грузичной машинкой. Но там будет вообще умора. Вот. Еще немного фотографий, но я понимаю, это так, с Питера, да, крутые фотки, потому что сделаны. Здесь вот Папа газует, видосик у них есть, снятый на какой-то Nokia, знаете, старый или Siemens, еще во времена моей школы. Маленькая, кстати, отсылочка, да, вот видите, у выигрышного BMW нету спойлера. У самой BMW был спойлер. Вот он. Ну, то есть, на конкурсе, да, на ВК-фестивале, по-моему, это все было, если я не ошибаюсь, здесь спойлер был, друзья. То есть, спойлер здесь есть, а в настоящей машине его нету. Вот, ребята, вот это пока что все факты, которые мне удалось собрать, собрали на 20 целых минут, надеюсь, вам понравилось. Также стоит упомянуть, что Карин добавил меня в друзья, пообщаться с ним мне не очень удалось, но, но, друзья, его страница, как мы можем заметить, превратилась в некую коммерческую платформу еще больше. Это неплохо. У меня даже некоторые друзья добавили его в друзья, чтобы продвигать свои проекты. Почему нет? Почему нет? Эта страница посещается, и почему бы не воспользоваться этим? Тут даже... Тут что только не рекламируют, друзья? Чего только здесь нету? Боже мой, даже вид из окна GM... Я даже не видел этого, давайте посмотрим. Вид из окна GM... А, то есть, это типа... Короче, ребята, если вы не знаете... Если у вас есть толпа фашистов, которых, ну, можно использовать в своих целях, приводите их сюда. Я не знаю, это какое-то место в Питере, наверное. Ну вот. Его страница является коммерческой, это неплохо. Если бы у меня так можно было бы делать, я бы тоже сделал коммерцию со своей страницей. Это круто, я считаю. Ну так вот, про сам конкурс сделай репост и получи BMW M3. Что можно сказать? Ее получит Аида. Не какой-то даже там Карен, да, не вы, не я, конечно же. Аида, представьте, какой поднимется дикий хайп, если random.org опять укажет на Аиду. Представляете? А и GM могут сделать такое. Ну, могут. Чисто по фану, мне кажется, могут они такое сделать. И если это засветится в прямой трансляции, ну, то вы сами понимаете, что это еще раз докажет про их наебку у народа. То есть, ну, знаете, они там угарнут, зайдут на random.org и такие, ооо, Аида победила! И, сука, вот здесь-то мы их и прижучим. Это далеко не конец, друзья. Бэху Карену, с вами был Варпачи, всем удачного дня, до скорого. Не забывайте, что подписываться на АиДжем это теперь не круто. Не попадайтесь на лживые конкурсы, от них и так отписалось уже порядка 300 тысяч человек. Я надеюсь, те, кто смотрит это видео, вы умнее тех хомячков, что репостят и верят в Бэху. Ну все, друзья, всем удачи и всем пока. Надеюсь, вам понравилось это видео и не забывайте ставить свои лайки. Пока! Надо это, подписаться и репост сделать. Поделиться. Все. У меня теперь есть на страничке, теперь тоже. Вот, все, я выиграю Бэху. И потом видос засниму, как я в ней катаюсь. И, точнее, с ней катаюсь.